Привет! Так уж вышло, что ДНД сильно завязан на терминологии. Она используется вообще везде, при любых бросках кубиков, во время сражения, при использовании заклинаний, во время отдыха. Да, даже отдыхать в ДНД нужно по правилам, прям как в жизни. Многие термины мы уже вам объясняли в видео «Как читать лист персонажа». Также у нас были видео про навыки, про характеристики, так что там вам всё тоже должно быть понятно. Если же у вас остались какие-то вопросы, и некоторые термины до сих пор не вызывают у вас вообще никакой ассоциации в голове, что, в общем-то, нормально, у меня таких шестеро, то это видео для вас, и я сейчас всё вам разложу по полочкам. Про лист персонажа я проговорю только те моменты, на которых мы в последний раз останавливались не так много, как могли бы. Если вам там уже и без моей помощи всё понятно, вот тайм-код, переходите на него, там будет следующая часть видео. Если же у вас до сих пор остались вопросы, добро пожаловать, оставайтесь здесь, и можете сразу скачать в описании табличку, в которой вообще все термины, потому что по ней вам гораздо проще будет ориентироваться. Разделим всю информацию на листе персонажа на две части. Первое — это термины, которые описывают вашего персонажа. Например, раса будет определять его внешний вид. Рост, вес, цвет кожи, врага, крылья, глаза без зрачков, которые могут видеть в темноте, всякие такие моменты. Класс — это как профессия вашего персонажа, некая деятельность, в которой он действительно хорош и в которой он считает основной своей жизнью. Например, волшебник изучает таинственную мистическую магию, воин сражается в войнах, а Барт воспевает подвиги воинов в трактиках. Также у вашего персонажа есть мировоззрение. Это определенный набор принципов и моральный компас, по которому, собственно, он живет. Может ли он позволит себе нарушить данную клятву, или сшечь деревню, потому что ему нравится запах пожара. Именно на такие вопросы будет отвечать ваше мировоззрение. Видов его девять штук, и они будут вот туточки. Вот туточки девять разных туточков. Вот туточки, может быть. Где-то здесь, короче. И происхождение. Это та деятельность, которой ваш персонаж занимался до того, как уйти в приключенцы. Он мог быть, например, слушкой в храме, или обманывать людей в кости, и выживать благодаря этому. Происхождение будет влиять на предысторию, собственно, вашего персонажа, и на те навыки, которыми он умеет пользоваться. Отдельно идут личностные черты. Это те моменты, которые отличают вашего персонажа от других, даже если у вас совпадает раса и, например, класс. Их всего четыре. Изъяны — это страхи, недостатки, зависимости, возможно, вашего персонажа, которые мешают ему жить. Узы же — это то, чем ваш персонаж очень сильно дорожит. Это может быть, например, книжка, в которой он записывает все его приключения на протяжении многих лет, или родная семья. В общем, вещи, которые никому не стоит трогать. Идеалы. Если мировоззрение определяет более широкий моральный вектор, то конкретно идеалы — это гораздо более личная история. Конкретные принципы и стремления, по которым живет ваш персонаж, и свойства личности — это уже более такие бытовые моменты, которые, безусловно, отличают вашего персонажа, но менее сильно влияют на него самого. Например, что ваш персонаж не может оставить книгу недочитанной. Просто вообще никак. Термины из второй части тоже характеризуют вашего персонажа, но уже игромеханически. Здесь вся история будет про цифры и то, как они влияют на вашу игру. Например, это характеристики со своими модификаторами и навыки. Здесь я вам ненавязчиво намекаю посмотреть на наше видео про навыки и характеристики, где мы подробно об этом рассказываем. Также там мы рассказываем про так называемое умение в навыке и бонус этого самого умения. Так, что у нас тут еще? Испытание. Отлично. Испытание, по своей сути, это тоже проверки. Но не совсем. Разница в том, что проверку вы сами выбираете кидать, а вот испытание вам говорит кидать мастер. Вы кидаете его, когда вам грозит некая угроза. Например, падающие камни. И у вас уже нет времени как-то думать, что-то решать. Вам просто нужно реагировать. У большей части проверок и испытаний, в том числе, есть так называемая сложность проверки. Эта сложность, это значение определяет мастер. И вам, когда вы кидаете кубик, необходимо это значение побить или хотя бы сравняться с ним. Если это происходит, вы молодец, вы победили, вы лучшие и преуспели в проверке или испытании. Если же провалили, вы там получаете урон, не выясняете важной информации и так далее. Как это происходит? Вы, значит, кидаете кубик, добавляете к нему все ваши модификаторы, движ, париж и все остальное, что вам нужно было для этой проверки, и говорите итоговое значение мастера. Это было, это было, это тоже было, но о чем-то я забыл. А забыл я об уровне. Уровень — это число, которое обозначает, насколько ваш персонаж опытен. Начинайте вы ваше приключение обычно первого уровня, и чем дальше оно идет, тем больше уровнем вы становитесь. Прямая зависимость. Когда вы, например, победили несколько гоблинов, или закончили квест, или произошел любой другой момент, за который мастер решил дать вам очки опыта, вы эти очки опыта получаете. Для каждого уровня необходимо разное количество очков опыта, а конкретно вы можете увидеть вот здесь или на 15-й странице книги игрока. Теперь к прочим терминам, которые нужно запомнить. Помните, я говорил, что даже когда ваш персонаж отдыхает, все равно есть определенные правила и термины. Так вот, ваш персонаж может отдыхать двумя разными видами. Есть отдых короткий, есть отдых долгий. Различаются они, как вы могли догадаться, мои внимательные зрители, по продолжительности. Короткий отдых — это вы часок сидите, приходите в себя, кушаете, перевязываете раны и всякая такая легкая занятость. Также во время короткого отдыха вы можете кинуть в ваши кости здоровья и восстановить себе немного пунктов, собственно, здоровья. У некоторых классов на коротком отдыхе восстанавливаются их способности, а у некоторых нет. Долгий отдых — это совсем другое дело. Он идет уже часов восемь. Вам в нем хорошо бы поспать. Хотя бы часиков шесть. Остальные же два часа вы можете заниматься какой-нибудь простой деятельностью. Например, стоять на страже, если вы разбили в лагерь в лесу полным голодных волков. Или читать книгу. Что-то такое простое, легкое, приятное. После длительного отдыха у вас восстанавливается вообще все, кроме костей здоровья. Они восстанавливаются не все, а только половина от максимального значения. То есть, если вы потратили все, у вас будет половина. Если вы потратили треть, у вас восстановятся все. Доступная механика. Но есть такой момент, что если длительный отдых прерывается как минимум на час, например, вам приходится сражаться или передвигать лагерь или убегать, то длительный отдых после этого продолжить уже нельзя, и надо начинать заново все восемь часов. Дальше у нас преимущества и помеха. Преимущества — это когда вместо одного до двадцати вы кидаете два и выбираете большее значение. И потом уже к нему добавляете все ваши бонусы, модификаторы и так далее. Помеха — это с точностью до наоборот. Также два до двадцать, но вы выбираете меньшее значение, и потом живете с ним. Важно отметить, что помеха и преимущества взаимоисключают друг друга. То есть, если на одну проверку у вас есть и то, и другое, то вы будете кидать просто один кубик и дальше разбираться самостоятельно. Также немаловажно, что если у вас на одну проверку два преимущества и одна помеха, они все взаимоисключатся, и вы также будете кидать только один кубик. Критический успех и критический провал. То есть, двадцать с куба и единица с куба. В случае с проверками навыков здесь все достаточно просто, и Максим вам это уже объяснял. Двадцать с куба — лучшее, что могло с вами приключиться, один с куба — худшее, что могло с вами приключиться. Ну, то есть, в условленных обстоятельствах и так далее. В бою же все несколько сложнее. И двадцать с куба в бою будет называться критом. И точно попадать — это первое. А второе — наносить удвоенный урон с ваших костей. Единица же с куба будет всегда обозначать промах. Даже если у вас бонус к атаке плюс тринадцать. Если в бою у мастера выпадает двадцать с куба, то это тоже крит, и по вам он тоже работает. В такой ситуации очень легко отъехать, то есть лишиться всех пунктов здоровья и потерять сознание. В таком случае вам потребуется стабилизация. Да, безусловно, с определенной долей удачи вы и сами можете стабилизироваться. То есть, вы не приходите в такой ситуации в сознание, но у вас больше нет рисков истечь кровью на поле битвы. Но гораздо лучше, если вам кто-нибудь поможет. Проверка медицины со сложностью десять, и вы стабилизированы. Есть еще одна ситуация, в которой вам может стать плохо. Например, представим себе такую картину. Вы забираетесь на высокую скалу. Это тяжелое испытание для вашей выносливости. Именно испытание выносливости ваш мастер говорит вам кидать. Вы его проваливаете, и мастер дает вам одно очко утомления. Получить очки утомления вы можете по разным причинам. Если вы долго не спите, долго не едите, долго не пьете, проводите день в пустыне под палящим солнцем, или на вас накладывают заклинание, которое дает вам очко утомления, поводов много. Ну, что дают конкретные очки? Одну очко? Помехи на все ваши проверки навыков. Два очка? Ваша скорость уменьшается вдвое. Три очка? Здесь уже помехи будут не только на проверке навыков, но также на испытания и броски атаки. Четыре очка? Ваш максимум здоровья уменьшается вдвое. Пять очков? Вы не можете идти в принципе. Шесть очков? Вы умираете. Добро пожаловать в замечательный и прекрасный мир ДНД. Ну вот и все. Есть, конечно, отдельные группы терминов, которые используются в бою или при накладывании заклинаний. Но это действительно большие темы, и о них мы вам расскажем отдельно. И также не пропустите. Скоро у нас здесь выйдет видео про разницу между фанатским переводом и переводом Хобби Ворл. Вы могли заметить, что в некоторых видео у нас используются разные термины, а в игре мы пользуемся вообще третьими. И чтобы у вас не возникало вообще никаких сложностей, мы подготовили для вас следующее видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok